Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня начинаем читать книгу пророка Исаии, великого пророка Ветхого Завета. Его книга открывает корпус так называемых новиим охороним, последних или поздних пророков. В этот корпус ходят четыре пророческих книги. Книга самого Исаии, она на первой позиции, затем идет книга пророка Иеремии, Иермиягу на второй позиции, и книга пророка Ихискеля, Иезекииля на третьей позиции. Это три великих пророка, великих по своему размеру и, конечно же, по своему значению. И замыкает этот корпус книга двенадцати малых пророков, Троясар, единая книга, состоящая из двенадцати, а, быть может, даже тринадцати, если Захарию разделить на две части, тринадцати пророческих текстов. В Септуагинте, в греческой Библии, книга двенадцати стоит на первой позиции в корпусе пророческих книг, письменных пророков. А великие пророки Исаия, Иеремия и Иезекииль уже после, идут после малых пророков. В еврейской Библии, в Танахе, книга пророка Исаии предваряет собой так называемых остальных поздних или последних пророков. А книга двенадцати идет уже после Исаии, Ишаяху, Ирмиягу и Ихискеля. Книга Исаии, быть может, самая великая из пророческих книг, и не только по размеру. Ее размер, так же, как и книги Иеремии, он большой. Очень трудно прочитать Исаию и Иеремию, как говорится, за один присест. Но не только поэтому, конечно же, велика книга Исаии, да и книга Иеремии, и книга Иезекииля. Эти книги велики по своему содержанию, по своему значению, по своему учению, по своему богословию. Исаию часто называют ветхозаветным евангелистом. Настолько ярко и рельефно в его книге представлен образ страдающего и искупляющего свой народ Мессии. Вспомним хотя бы песни «Раба Господня», содержащиеся во второй части книги Исаии. И прежде всего, 53 главу, до которой, я надеюсь, мы когда-нибудь доберемся, если Господь продлит нашу жизнь на этой планете. Исаия — ветхозаветный евангелист. Наряду с Псалмами, с книгой Псалмов и наряду с книгой Второзакония также, Исаия — это самый цитируемый текст в Новом Завете. Новый Завет и Евангелие, и послания часто, и деяния книги, часто ссылаются на книгу Исаии. Из всех пророков, таким образом, Исаия — самый цитируемый в Новом Завете текст. Из книг Пятикнижия — самая цитируемая книга Второзакония. Из книг, относящихся к третьему разделу Танаха, то есть из Писаний, самым цитируемой книгой является книга Тегелим, Салмы. А вот из пророческих книг Исаия — самый цитируемый в Новом Завете. Это еще раз подчеркивает его значение для нас, христиан. Значение это велико, оно неприходящее. И книгу Исаии мы должны читать, усердно изучать, чем мы с вами, дорогие друзья, и займемся. Книга обширная, в ней 66 глав. Делится она обычно в научной литературе, в литературе исследователей, занимающихся Исаией. Делится она обычно на три раздела. Первый раздел охватывает первых 39 глав. Второй раздел с 40 главы по 55-ю и, наконец, оставшиеся главы по 66-ю, включительно, это третий раздел. Иногда в литературе, в научной литературе называют эти разделы Исаия, собственно, Исаия Иерусалимский или 1-й Исаия, 2-й Исаия и 3-й Исаия. 2-й Исаия или 2-й Исаия. 3-й Исаия — это последний раздел. Эти деления, конечно же, условны. Я бы хотел вспомнить в этой связи слова замечательного португальского библеиста, заведующего кафедрой ветхозаветных исследований в Лиссабонском университете, профессора Дажневыша. Он говорит, что Исаия — это не три книги, собранные в одну, это целый сборник разных коллекций, разных текстов, разных книг. Ну и хотелось бы вспомнить наших отечественных филологов, таких как Сергея Сергеевича Веренцев и других, Юрий Лотман, например. Например, есть такая замечательная книга, в 90-х годах выпущена, она посвящена поэтике, называется «Историческая поэтика», по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И в этой самой книге у них есть общая статья под общим авторством, там еще другие авторы. И вот там этот коллектив авторов, их там пять человек, включая Лотмана и Аверенцева, они говорят, что в древности это касается не только библейских текстов. Авторство не столько, не имеет не такое значение, как авторитет. Высший авторитет в дополнении, в редактировании, в рецепции, то есть принятии библейских книг и в их сохранении и передаче, в их традицию этих книг принадлежит общине верных, общине верующих. Если мы говорим о верных Ветхозаветной эпохе, то это еврейская и иудейская община. Если мы говорим о христианском контексте, то это христианская община, христианская церковь, прежде всего, конечно же, апостольская церковь. И мы получили в наследство, приняли в качестве канона те тексты, которые каноническими считаются у евреев. Если же какая-то книга в еврейский канон не входит, мы ее называем неканонической. Этот апофатический термин, введенный в русскую богословскую мысль в XIX веке, о чем говорит? О чем говорит этот термин неканоническая книга? Он говорит о том, что эта книга не входит в еврейский канон, ни больше, ни меньше. А другого канона, в отличие от еврейского канона, другого Ветхозаветного канона у христианской церкви никогда не было и никогда нет, и никогда не будет. Ветхозаветный канон, 24 книги Ветхозаветных, в русском счислении, как мы привыкли, 39 книг. Вот этот Ветхозаветный канон, он передан нам в наследие от Ветхозаветной церкви, от иудеев. И мы безоговорочно этот канон приняли, и он является и нашим христианским каноном. Есть другие книги, которые не входят в еврейский канон. Мы их не включаем в канон и не называем каноническими. И мы избегаем казуистского термина «фтороканонический». Мы их считаем неканоническими. Отрицательная частица «не» или приставка, точнее, она говорит о том, что этих книг просто-таки нет в еврейском каноне, ни больше, ни меньше. Они хороши, они полезны, они, наверное, имеют достаточную степень боговодухновенности и авторитетности. Не случайно отдельные из них мы даже читаем за богослужением в православной церкви, но каноническими мы их назвать не можем. Так вот, возвращаясь к вопросу авторства книги пророка Исаии, я опять вернусь к словам Аверинцева и Лотмана, которые утверждают, что для древних текстов вообще, и не только для библейских, авторство не имело значения. Имело значение авторитет. И если та или иная книга пользуется авторитетом, то авторитет вот этой общины, которая хранит и передает из поколения в поколение этот текст, авторитет этой общины может обусловить то, что эта книга может редактироваться, она может дополняться, могут быть ее вставки, интерпретационные вставки в самом тексте. И, в общем-то, всем этим и занимается библейская текстология, библейская филология и история библейского текста. Если главы с 40 по 66 написал не сам Исаия и Иерусалимский, может ли это значить, что они для нас менее важны, чем первые 39? Нет, конечно же. Первые 39 глав для нас важны, так же, как остальные главы с 40 по 66. Пусть их написал человек или люди, которых мы условно называем авторами Второ Исаии и Триту Исаии. Но они являются действительно духовными преемниками, духовными учениками великого иерусалимского пророка, жившего в 8 веке. И кто, как не они, имеют авторитет. Этот авторитет признан был общиной верующих и община, одобрившая дополнение, редактирование книги Исаии, как и любой другой книги библейской в более позднюю эпоху, в эпоху плена, после плена, в персидскую эпоху и даже в эпоху так называемую межзаветную, эллинистическую. Эта самая община является тем самым авторитетом, который важнее любого авторства. Не авторство, а авторитет имеют значение, когда мы говорим о древних текстах, а библейские тексты древние. И то же самое, что касается Исаии, в какой-то мере касается и новозаветных текстов. Мы встречаемся с некоторыми вставками, например, в евангельские тексты. Я хотя бы вспомню историю восьмой главы книги Евангелия от Иоанна, где повествуется о том, как книжники и фарисеи искушали Христа, выведя перед ним женщину, взятую в прелюбодеянии. Вот эта история содержится лишь в незначительной части довольно поздних рукописей. И все остальные рукописи в критическом издании Несле Алланда, в частности, эта глава, а также второй эпилог Евангелия от Марка, например, они в основном тексте не приводятся, а приводятся, обычно такие тексты приводятся в подстрочном комментарии, в подстрочной сноске, точнее. Книга пророка Исаии имеет неприходящий авторитет. И главы с сороковой по шестьдесят шестую — это тоже Исаия, это тоже Ишайягу. И Исаия и сам, наверное, не возражал бы, чтобы его книга получила продолжение. Этот процесс редактирования и дополнения, и вставок, священный текст, инициируемый общиной верующих, и потом в дальнейшем получивший такой же авторитет, как и основной текст. Этот текст, он священный, его богодухновенность, его священность подтверждается авторитетом церковной общины, будь то община Ветхозаветной Церкви или ее преемница Новозаветная община, принявшая эти священные тексты. Вообще история пророческого текста, она очень сложна сама по себе. Ведь изначально пророчество — это устный жанр. И речи того же самого пророка Исаии или его видения, которые он потом в дальнейшем передает в своих речах, — это устный жанр. Пророки изначально выступали перед народом, произносили речи, и о них не записывали. Поэтому мы не имеем записанных речей пророка Самуила, пророка Илии, пророка Елисея, многих других пророков, пророка Натана. Этих речей записанных нет. Мы знаем много из историй их жизни, то, что мы сегодня могли бы назвать в христианской традиции «житиями». Вот эти циклы, циклы Самуила, Елисея, Илии, эти циклы, они содержатся в книгах ранних пророков, Навиим, Решоним, в книгах, которые мы называем книгами Самуила или книгами царств. Вот в этих книгах содержатся истории. А письменного слова они нам не оставили. Мы знаем о том, что они делали, чему они учили, как они жили, и как закончилась их земная жизнь. Но мы не знаем содержания этого учения, подробного содержания. Суть этого учения ясна. Господь есть Бог. Вот не Ваал, а Господь, Бог Израилев, Он и есть истинный Бог. Вот основная суть их учения. И они показывали во всей силе и мощи силу и правоту этого учения. Отстаивали единобожие перед лицом многобожников своего времени, идолопоклонников. Но как получилось так, что потребовалась необходимость устное слово записывать? Изначально этой необходимости, как мы видим, из священного писания не было. Пророки оставались устными пророками. И пророчество оставалось устным жанром проповеди. Возможно, эти тексты или сами пророки, или их ученики вынуждены были записать основное содержание своих пророчеств, записать письменно свою устную речь или речь своего учителя. Это, быть может, для того, чтобы в трудные времена, когда Иерусалимом владели цари-идолопоклонники, когда оказывался на престоле в Иерусалиме, например, такой злочестивый царь, как Менаше, Монасия, правление которого длилось полвека, и пророков преследовали, гнали, их истребляли. И пророческая община, община их последователей, пророков, пророческое учение должно было храниться в тайне. Сами они должны были как-то спасать свою жизнь, порой, ученики пророков. И вот тогда, может быть, возникла необходимость записи некоторых текстов. Пророческое слово не умолкло. Господь продолжал через пророков обращаться к своему народу. Но для того, чтобы пророческую традицию сохранить, и их весть пророческую, их, как мы сегодня бы сказали, месседж, донести и до современников, и до других поколений, в эпоху гнета, в эпоху тотального гнета власти, в эпоху подполья, эти тексты были консолидирующими общину верных текстов. Вот так появились, возможно, некоторые из письменных пророческих текстов. Другие тексты появились в более спокойную эпоху. Мы знаем, что у Иеремии, например, был секретарь, пророк Варух, который записывал его тексты. Он диктовал, а тот записывал. Потом эти тексты уничтожались иногда злыми царями. Они восстанавливались вновь, воссоздавались. И вот цепочка, которая прослеживается, вот генезис, что ли, пророческого текста, он таков. Сначала пророчество устное, причем на ранних этапах оно носит энтузиастический характер, экстатический порой. Потом это пророчество как-то, профетизм этот начинает регламентироваться в узкие рамки, заключаться над ним, устанавливается какой-то контроль над этими самыми пророческими школами, основанными Ильей и Елисеем. Потом появляется вдруг пророчество в классическом смысле. Появляется оно на севере, в израильском северном царстве. Пророки Амоса, Сия. И судя по той полемике, которая содержится внутри их книг, внутренней полемики, они полемизируют не только с властью политической, но и с духовной властью, со священниками своего времени, а также с северного царства, а также с пророками, которых мы можем классифицировать словом лжепророк. Хотя слово лжепророк в еврейском тексте Священного Писания в Ветхом Завете такого слова нет, лжепророк. И лишь из содержания той или иной пророческой книги мы можем заключить, что оппонент пророка является лжепророком. Вот есть Иеремия, а есть Ханания, которая ему противостоит. Есть Осия или Михей, истинные пророки. А есть те пророки, в отношении которых они выступают с критикой, они их критикуют, они их обличают как ложных, хотя самого слова ложный нет в тексте. Вот, по всей видимости, пророки, ранние письменные пророки, такие как Амос, такие как Осия на севере, и такие как Михей и Исаия на юге, они противостоят вот тому устному пророчеству, уже регламентированному, а порой и нет, тем самым пророческим школам, с ними полемизируют, и, по всей видимости, находятся с ними в конфликте. У них идеологический, порой даже, может быть, вероучительный конфликт возникает. Но не столько, скорее, вероучительный, сколько конфликт, основанный на различном понимании взаимоотношений с властью, различной интерпретации политической необходимости. И пророки не секрет, они часто вмешиваются в историю. И все это один и тот же процесс. Есть пророки, есть в Израиле профетизм, этот феномен израильский, он проявляется сначала в энтузиастическом пророчестве, потом в регламентируемом устном пророчестве. Это все встречается и в окружающих Израиль народах, а вот потом появляются пророческие тексты. И не короткие какие-то оракулы, как, скажем, в памятниках государства Марии или в вавилонских пророчествах, или в других ближневосточных пророческих неизраильских текстах. А появляются целые сборники этих пророчеств. Появляются книги, у этих книг появляются надписания. Потом появляются книги, сборники книг, объединяемые в единую книгу, как, например, единая книга 12 малых пророков. Вот появляется пророческая литература, пророческая письменность. И в конце концов мы приходим к тому, что вообще Священное Писание — это, как сказано в Новом Ужезавете, это закон и пророки. Или, 24 глава Луки, закон, пророки и псалмы. Словом, псалмы. Псалмой здесь назван третий раздел Еврейской Библии — Писание. Кту-Вим. Вот так появляется, собственно говоря, трехсоставный текст Анаха, который лишь на рубеже, процесс канонизации был долгим, но окончательно канон сформировался уже даже не на рубеже наших эр, а в конце первого века нашей христианской эры. Самой дискутируемой книгой была книга «Эстер», книга «Исфирь». Ее долго не могли включить в канон евреи, но потом, в конце концов, эта книга была включена. Шла дискуссия о других книгах, также о книге «Экклесиаста», книге «Ширгаширим», «Песнь песней». Вот, но эти книги тоже были включены в канон. И когда они были включены в канон окончательно иудеями в конце первого века, церковь христианская, ранняя церковь, безоговорочно тоже приняла эти книги в канон. А те книги, которые не подвергались, каноничность которых сомнению не подвергалась, в их числе, конечно же, Исаия, о них не было и дискуссии, они просто были нами приняты в наш христианский канон. Почему? Потому что они приняты были в канон иудейский. Никакого другого у христиан ветхозаветного канона по сравнению с иудейским каноном нет и быть не может. Мы восприняли канон безоговорочно, тот канон, который был у евреев. Те книги, которые были у эллинизированных иудеев Александрии и не входили в канон Танаха, еврейской Библии, мы называем неканоническими. Почему это «не»? Откуда это «не»? Ее происхождение этого отрицания простое. Не потому что нет в еврейском каноне. Никакого другого христиан канона, помимо еврейского, в отношении ветхозаветных текстов быть не может и никогда не было. Читаем древних отцов церкви, блаженного Иеронима, читаем акты соборов североафриканских, карфагенского, иопийского, и акты других соборов. Мы видим, что канон христианский формируется очень просто. Ветхозаветный канон. Просто воспринимается канон из 22 или 24 еврейских книг. По-разному можно подсчитывать, соединяя книгу, например, «Плач Ереми» и «Эхас» с текстом «Ереми». Так делают, чтобы прийти к числу 22 евреи, а также соединяя Руфь с книгой «Судей Шофтим». И тогда получается число 22. Но это число условное. Мы разделяем некоторые книги. Вот мы говорим «Первая книга царств» и «Вторая книга царств». На самом деле это одна книга. Шмуэль Алиф и Шмуэль Бет. Мы говорим «Первая книга», «Третья книга царств» и «Четвертая книга царств». Но на самом деле это одна книга. Это «Малахим Алиф Бет». Мы говорим «Первая книга Паралипоменон», «Вторая книга Паралипоменон» или «Хроник». А это просто «Деврей Аямим» — «Единая книга». «Эзрая Нехимья» — это тоже «Единая книга» — «Ездра и Немия». Итак, в общем-то, мы можем прийти к числу 24 по составу еврейской Библии. А если захотим, то и к числу 22. Просто евреи очень хотели, чтобы число книг Танаха соответствовало количеству букв еврейского алфавита. Поэтому и сводили это число к 22 порой искусственно. Ну а в том обычном делении, в той обычной номенклатуре, к которой привыкли мы, библейской, у нас в Ветхом Завете канонических книг 39. И Исайя — это самая главная книга пророческая. «Пророческое слово, — говорит апостол Петр, — никогда не произносили люди по собственной воле, но произносили его святые Божьи человеки, будучи движим и Духом Святым». Еще говорится в послании Петра, выговорит апостол Петр, «хорошо делаю тебе, обращаясь к пророческому слову. Оно как светильник, сияющий в темном месте». И вот мы с вами, дорогие друзья, обратимся к слову великого пророка Исаии, быть может, величайшего из всех библейских пророков. Обратимся к его слову для того, чтобы еще тверже укрепиться в нашей христианской вере. Спасибо.